Да, в диван, чтобы... Вбивать, в диван. А мы же как бы компонент всей игрушки. А мы же все. Вот и все. Это игрушка для развития мелкой моторики. А вот настоящий зверинец. Лось, корова с быком, собака. Лариса Мозалева занимается изготовлением плетеных поясов. Для этого нужны деревянные инструменты. Их делает муж Владимир. Пару лет назад он решил пустить в ход обрезки древесины. У них четверо детей и пятилетний внук. Для него смастерили такого робота. Дети фактически принимают работу. Причем каждая игрушка – это заготовка для раскрашивания. Они очень такие приятные на ощупь, гладкие. И детям интересно с ними возиться. Вот разбирать, вот собирать вот это все. Они очень любят с этим. А внук вообще не могли отобрать. Уже все пришлось, может, другую делать. Ботинок. Вот как его не найти? Вот и в этот ботинок встал пальто, повторила. И вот в этом портфеле еще есть выемка, где рука встала. Любовь Мамина также по-своему вдохновлена природой. В Анапу она переехала 7 лет назад из Кемерово. Еще там делала куклы. Но здесь, как говорит она сама, буквально влюбилась в фактуру Гальки. В начале я их собирала мешками, камни. Потом поняла, скоро балкон отвалится. Начала, вот я себя ограничиваю. Это прям маленький пакетик и говорю, сегодня я иду за ручками. Другой день, говорю, я иду за ножками. Прям видно, она лежит ножка. И к той голове, которая была вчера принесена. Это все вот так быстро-быстро изображается. Вот эта барышня, при этой малости видно, что это прическа и голова. Панно получаются оригинальными и с очень человечными сюжетами. Мастер надеется, что со временем у нее появятся единомышленники. О конкуренции речи быть не может, потому что каждый будет видеть свое. Владимир Мозалев также намерен развивать открытое направление. В деревянном зоопарке не хватает овечек и поросят. Или кого еще дети попросят.